Американское правосудие. Думаю, не покривлю душой, если скажу, что в мире оно, благодаря пропаганде Голливуда, прочно ассоциируется с принципом беспристрастности и непредвзятости, а также абсолютной независимости от других ветвей власти, исполнительной и законодательной. Но зачастую даже четко отлаженная американская эфемида дает сбой и принимает абсолютно нелогичные решения. Как передает Калиберас, так произошло и в случае с боевиком армянской террористической организации Асала Амбиком Сосуняном. Так, Верховный суд Лос-Анджелеса в конце февраля отменил запрет на освобождение Сосуняна со стороны губернатора Калифорнии. И вскоре боевик, убивший в 1982 году консула Турции в Лос-Анджелесе Кемале Арыкана и осужденный за это преступление на пожизненное заключение, оказался на свободе. По данным армянских СМИ, несколько лет американский суд не мог определиться с условно-досрочным освобождением Сосуняна. В 2016 году решение об освобождении отклонил тогдашний губернатор Калифорнии Джерри Браун. Он сослался на письма от самого госсекретаря США Рекса Тилерсона и генерального прокурора Джеффа Сейшна. В декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сосуняна, но теперь губернатор штата Гевин Ньюсом отклонил это решение. Но в конце концов, заинтересованным в освобождении Сосуняна силам удалось добиться своей цели. И сейчас боевик наслаждается прелестями жизни в Армении, где он был тепло принят коллегами по террористическому цеху Дашнакцутюн. Этот случай из практики американского правосудия вполне заслуживал бы награды Стеллы Либек, которая ежегодно присуждается за наиболее нелепые и идиотские судебные решения в США. Решение освободить армянского террориста действительно нелепое и идиотское, однако в нем четко прослеживается большая политика. В первую очередь, обращает на себя внимание следующий факт. Как уже сообщалось, еще в 2016 году, тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон убедил губернатора Калифорнии не подписывать решение об условно-досрочном освобождении Сосуняна. На тот момент отношения между Вашингтоном и Анкарей носили характер стратегического союзничества, и ничто, по крайней мере, рядовому обывателю, не предвещало скорого разлада между державой номер один и южным флангом НАТО. Кроме того, в 2016 году Сарксяновская Армения считалась безмолвным сателлитом России и ее южно-кавказской губернией. И делать что-то, что не понравится, с одной стороны, Турции, а с другой, потрафить самолюбию губернии, у американцев смысла не было. Но в 2021 году геополитическая ситуация уже другая. В Армении у власти находятся выкормыши Сороса. А отношения США с Турцией переживают серьезный разлад из-за закупки анкарей российских систем ПВО С-400 и не только из-за этого. И потому, не получив соответствующего письма из Госдепа, губернатор Калифорнии Ньюсом не стал подавать апелляцию на пробиваемое мощным армянским лобби решение Верховного суда округа Лос-Анджелес об освобождении армянского террориста. Большая политика. Однозначно. Политически мотивированный шаг американской системы правосудия. Однозначно. Надо отметить еще один важный, на наш взгляд, момент. Дело в том, что США, как и Франция, будучи членом Минской группы ОБСЕ, всегда сочувствовали Армении. И потому нелепые решения судов относительно армянских террористов характерны не только для США. Достаточно напомнить, как французский суд в 2001 году освободил из тюрьмы армянского террориста Воружана Карапетяна, который в начале 1980-х годов руководил деятельностью Асала во Франции. 15 июля 1983 года Карапетян заложил бомбу в большом чемодане перед стойкой турецких авиалиний в аэропорту Орли в Париже. В результате взрыва погибли 8 человек, двое из которых были турками, четверо французами, один шведом и один американцем. Суд приговорил террориста к пожизненному заключению, однако спустя 17 лет освободил его. Французские власти депортировали Карапетяна в Армению, где он с почестями был принят тогдашним премьер-министром Андраником Маркаряном. Конечно, кто-то из армянских читателей может возразить нам, что Амбик Сасунян уже отсидел 37 лет в тюрьме, и американский суд имел право проявить снисхождение. Да, 37 лет – срок внушительный, но разве мало американцев и за меньшие по тяжести преступления мотают длительные сроки? Почему снисхождение и милосердие американской фемиды не применяется по отношению к ним? Может быть, потому, что они не армяне, и в их делах нет большой политики? Ответ очевиден. Что же в итоге? А в итоге мы видим девальвацию человеческих ценностей, когда преступников, умышленно убивших турецких дипломатов, досрочно освобождают из тюрьмы. Мы также видим двойные стандарты Америки и падение американской системы правосудия с пьедестала беспристрастности, непредвзятости и независимости. Впрочем, а кто сказал, что в жизни судебная система США должна выглядеть точно так же, как на экране? Субтитры создавал DimaTorzok